здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас как с вами недавно была уже программа о шахматах а таком замечательном виде спорта в общем-то философии целой можно так сказать и сегодня у нас продолжение в студии председатель федерации шахмат городского округа люберцы виктор владеющий в стигнеев который уже был у нас есть гостях и впервые здесь присутствует егор ковалев сложная судьба творческая потому что егор у нас сейчас ему уже 20 до вообще с года на 20 10 лет назад получается да вы были чемпионом европы вот юношеский этот или детский чемпионат чемпион европы по шахматам на секундочку то есть не просто так мало того до сих пор егор является членом сборной команды но как он сам городского круга люберца но как он сам говорит так на таком пока уровне да как поступил вуз так вот как-то дальше не пошел и вот тут возникает вопрос виктор владимирович мы же там где-то что-то выиграли в последнее время в люберцах с областью в этом году и в прошлом году так вот буквально в начале декабря так было перенос московской области командный перенос московской области среди городов московской области по блицу и рапиду а и мы к счастью в общем сделали дубль и блицера первое место и по блицу заняли и первое место по рапиду но это же разные люди может не знает все сухой блицера пин блиц это что-то быстрое мы тогда да блист это играть по три минуты и 2 секунды на ход быстрый шахмат когда играют там меч меньше больше 10 минут но меньше часу а классический шахмат когда больше часу дается на противнику на всю партию вот три вида шахмат еще есть шахматы фишерские слышали но от фишера да я так понимаю там отличается а там такая система пешки как стояли стоят а фигуры ставятся в разнобой не как обычных шахматов а как бы заранее да 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 чем это как я захочу так я их и поставлю никак захочу а как это судьи поставят у буквально себя было сделаем свою игру как хотят как мы выходе буквально первое смиры было по пешки по фишерским шахматам месяц назад вот наш я не помощи стал серебряным призером да а вот американец первым стал это очень интересно получается что какая-то ферзь и король может стоять где-то в другом и ладьи где угодно но симметрично все симметрично симметрично это пануша здесь симметрично какая такая такой момент что там теорию нельзя подготовить заранее то что невозможно все это проще миллиард в миллиардов и вариантов ну вот давайте мы сейчас на подключим к разговору егора наше молодое поколение которое видите из чемпиона сейчас перешел в такой более спокойный режим но как я понимаю что ведь если человек умеет играть шахматы тем более он был чемпионом пускай в 13 лет он же в принципе до смерти может играть в шахматы рано или поздно опять даже стать чемпионом мира при желании в принципе или нет не ну конечно шахматы никогда уже не уйдут из моей жизни то есть сейчас я просто выступаю как любитель то есть а чем отличается любитель от профессионалов и деньги за это не получают ну нет многие турниры есть призовым фондом езды да просто если мы говорим про профессиональные шахматы они требуют постоянных занятий ты должен постоянно развиваться становиться сильнее вот и выступать на самом высоком уровне вот ну то есть ну с другой стороны ну все равно же существует набор это не забывайте с вами дилетант говорит шахматный поэтому вы улыбаться можете красиво но я понимаю с одной стороны есть набор каких-то компонентов инструментов которые ну назовем его большой то там всякие защиты и так далее нападения а есть наверное элемент где-то новое происходит до шахмата то есть если вы этот багаж весь выучить это вы в принципе можете противостоять любому сопернику нет не соли вам надо бегать себе за подтягиваться есть специальную еду вот этот багаж знаний который он есть он со временем разутрачиваться а потому что объем информации которая есть шахматах он просто огромный и то что ты выучил 10 лет назад ты уже через год забудешь вот она не откладывается все так все они отложатся то есть ты из 10 ситуации выучил 9 но есть это и год не занимался вдруг две ты уже забудешь как нужно было действовать через год забудешь еще две то есть ты будешь знать что в принципе была такая ситуация но чего делать ты уже не вспомнишь а а то есть забываются идеи планы вот и поэтому ты становишься более уязвим тогда виктор владимирович вот вы как представитель федерации поэтому наверное и шахматы стали видом спорта потому что без тренировки без постоянного усердного не просто так передвигания до фигур не получится спортсмен верно не но шахматы как вид спорта давно было было и будет да да говорят это искусство и спорта ну все вместе они будут развиваться сейчас же компьютер еще в курсе курсе какие вот я даже панка отыграл обыграть невозможно вот допустим чемпион мира карсен да у него ретик самый высокий в мире тысячи то есть 2 800 с лишним а компьютер ретик 3 800 он рассчитывает на 20 25 ходов вперед а гроссмейстер ну 5 6 7 ходов давайте а нам нужен вообще вот компьютер чтоб компьютер с нами играл не интересно же если они всегда вы есть пересы на между компьютерами тоже перес мира правого дожили да тут между людьми хотят вот егор вы как считаете как чек продвинутый вы же наверное играете какие-то эти симуляторы шахматные может быть даже пожёстче чем какие-нибудь там совсем игры нам нужно вообще как битр шахматах или это человеческая игра нет ну компьютера кибер же есть данный момент уже не шахматы без компьютера не предстоит потому что то есть то что раньше анализировали неделями месяцами годами благодаря компьютеру можно всю эту работу проделать за день то есть обучение сейчас при помощи компьютера но стало гораздо быстрее то есть каждый год какой-то новый шахматист все убьет новые мировые рекорды становится там более раннем возрасте гроссмейстером или там имеет наивысокий рейтинг поэтому то есть компьютер он помогает сильнее учиться вот но соревноваться с ним не нужно то есть он помогает тебе чтоб ты обыгрывал других а он про людей да 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 то есть это помощник в обучении на данный момент но он лучший получается лучшие топовые компьютеры да их сказал виктор владимирович не обыграть но чемпион мира так сказать магнус карсон я бы сказал и не проиграет и то есть при наиболее сильной игре за обе стороны должна получиться все-таки ничья в шахматах то есть компьютер может сделать ошибку принцу случайно практически нет не может практически нет исключено исключено да а если если ее не заложить туда ну компьютеры можно использовать у тебя завтра партии с кем ты знаешь какой вариант играет какую там какой дебют какую защиту к бежу подключаешь и загрузил его партии уже подготовил и смотришь готовишься по компьютеру и сейчас последний знаете что такое читерство появилось а что такое жульничество ну ну играет человек шахмата а ему идет подсказка и какие-то наушники кто-то далеко сидит ему сообщает какой ход над сделать но хорошо если это не сообщает ком это как через компьютер делать посмотрели по компьютеру и сообщили да а чем в этом плохого если тренер будет подсказывать но без компьютера но официальные чемпионата мира проводится европа как-то днил это невозможно нельзя это делать но смотрите сейчас ловит таких ребят ловит он учились ловить смотрите вот футболе сейчас да мы же не можем не вспомнить сейчас вот значит сидит сколько там всем или уже сколько человек сидит и смотрят просто футбол да что было все не было все плюс 16 минут добавляют да сейчас были разговоры там чуть ли не о чистом времени что-то рассказывали то есть пытаются каким-то образом смоделировать структуру до в которой будет максимально правдивая ситуация если например но может быть сделать это я сейчас так на уровне но если идут эти подсказки как с ними бороться как у нас говорят не можешь побороть возглавь может сделать по-другому правило прописать вообще правила в шахматах меняются как меняется к сожалению и часто меняются до к сожалению потому что в плохую сторону но вроде как бы лучше одну принципе шахмата стоит у шахмата все равно хорошо вот егор вы сейчас как часто вообще участвуете в соревнованиях ну где-то может около раз пяти в год и часто в соревнованиях на высоком уровне но эти люди которые с вами соревнуются что это за спортсмены скажем так ну если это просто турнир то есть турнир просто с призовым фондом то это может быть кто угодно то есть туда приходят как бы и сильные игроки гроссмейстера мастера которые нацелены на первое место получить наибольший приз но и также там будут только начинающие шахматисты там просто первые разряды которые еще только учатся то есть все гроссмейстер же может проиграть начинающему случайно ну или это редко бывает гроссмейстер все-таки редко понимаете что мы всегда когда играет но новичок и играет гроссмейстер я не знаю почему-то всегда на стороне новичка я все рассчитываю на то что сейчас он по молодости там с хит ну ну лечь за слабых слабых да конечно все-таки шахматы это довольно конкретная игра и и фактор везения удачи он уже присутствует наоборот очень минимальным а минус я бы сказал не больше трех процентов фактор удачи в шахматах страшный игрок слушайте прямо да с вами боишься секунды не продержусь ну а вот ваша задача хорошо понятно есть приз вы понимаете что разный состав участников для себя вы что ставите задач просто выиграть приз понятно ну моя первая задача это показать хорошую игру то есть ты можешь набрать не так много очков но если ты понимаешь что ты играл хорошо просто соперники играли тоже отлично ты можешь быть удовлетворен результатом а может быть что ты играл очень плохо пропускал какие-то ходы комбинации все равно там занял третье второе место ты можешь быть недоволен то что а там как ровность и налоги в несколько туров или как систему как правило 7 или 9 партии то есть игроки играют соперником у которого столько же очков сколько у тебя это швейцарская система называется ну-ка расскажите расскажи ну если если ты выиграл партию тебя становится одно очко и значит следующий парк ты будешь играть с тем кто тоже ее выиграл а если ты выиграл еще раз ты играешь с тем кто выиграл тоже играл то ты играешь с тем кто выиграл 2 одну проиграл а вот так потому что когда допустим участвует 100 человек да невозможно со всеми сыграть вот в эту круговая система здесь не пользуется пользуется швейцарская система обычно 911 тур выиграется хорошо вегал здесь вот мы по поводу соревнования какие вообще главные соревнования существуют вот в люберцах я так понимаю что это должно проходить потом на уровне области проходит я скажу да давайте ну главное соревнования вот то что прошло я сказал это команда чемпионат области область вот мы уже второй год подряд заняли первое место и паблицу и ну чем мы вас и поздравляем быстрым шахматом да и кстати когда выбирали близ мы за тур до конца уже были чемпионами сейчас мы сделаем небольшую паузу и вернемся уже к все таки у нас можно сказать присутствуют и игроки и наставник и целый-целый председатель федерации и целый чемпион европы пускай в молодом очень возрасте скажем так тем не менее а вернемся в студию через некоторое время и продолжим напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях председатель федерации шахмат городского круголюберцы виктор владимирович и стегнеев и чемпион европы в молодом правда возрасте а ныне член сборной команды городского круголюберцы егор ковалев егор вот скажите пожалуйста ну простой элементарный вопрос вы получается в шахматах с какого возраста с пяти лет с пяти лет сейчас вам 23 и того получается 18 но скоро уже будет 20-летний юбилей что вам дали шахматы на сегодняшний день вот объясните почему и объясню многие родители всегда стоят перед вопросом но первый вариант если ребенок захотел куда-то его родители повели это одна история иногда ребенок никуда не хочет и тело ведут да да значит и начинается я хочу на карате я хочу на тяжелую атлетику я хочу там футболом заниматься хоккеем и так далее как ваша история была ну шахматы не папа научил играть мне принципе понравилось меня просто отдали заниматься вот ну я также ходил еще там на футбол плавание танцы все это было одновременно вот но чем ты становишься взрослее тем все тренировок больше они накладываются друг на друга и отказаться и приходится что-то выбирать ну в этом плане не было и мало лет но родители дали мне свободу выбора и по сути я сам выбирал чем хочу заниматься то есть сначала убрал плавание потом убрал танцы и ходил на футбол и шахматы весное сочетание футбол и шахматы да но то есть живые фигуры или живые физика и ухта физика вот но это где-то было два года и начались проблемы когда соревнования начали друг друга накладывается до накладываться и то есть самый сложный выбор пришлось как бы ты выбираешь шахматы потому что в шахматах ты сам за себя играешь футбол ну ты такой ладно как этот раз команда без меня то есть но тренеру это не понравилось он сказал либо команда мы же вроде бы серьезные ребята а ты пропускаешь матчи вот и то есть по сути пришлось выбирать вот я руководство с тем что мне хочется отвечать за самого себя то есть в шахматах за каждую ошибку я могу корить себя за свое поражение футболе же ты в ответе за других одно твое неправильное действие и твоей команде забивает гол я понял что не хочу этой ответственности вот и не хотите как роналду уходить потом улица да вроде как вот я весь и вдруг раз и вроде бы бы все бились ничего не получил а виноватым буду я да по пути а совершенно верно да итоге я выбрал шахматы и вот и что они вам дали они мне дали очень много на самом деле вот то есть ну в школе я был как бы просто лучше по математике это действительно так ездил на олимпиады выступал за школу вот алгебра геометрия что лучше чтобы больше алгебра именно счет то есть все быстро в уме считал вот вступил в институт на бюджет тоже сдал очень хорошо математику за счет нее получилось если говорить не про учебу прожить целом ну во-первых я очень горжусь тем что я считаю себя участником шахматного сообщества это такой круг людей скажем очень образован да в наш круг не каждый попадал да то есть иногда даже было тяжело общаться понимаю что действительно здесь очень много умных образованных людей и и ты должен но соответствует соответствовать этому уровню вот и не и не всегда какие-то глупые истории даже хочется рассказать в таком кругу вот это различные поездки я объездил почти всю россию на чемпионатах просто турниры также побывал в разных странах то есть я благодаря шахматам побывал германии в польше в турции в черногории может быть где-то еще сейчас все не назову и большую часть это все мне оплачивалось в силу моих каких-то достижений заслуг ну здорово вот выбор сделан был правильно да то есть узнал очень много людей новых мест вот и в данный момент ну я уже не являюсь игроком то есть ну выступаю соревнованиях по интересу то есть выступаю за город ну то есть мне нравится просто ну опять же отстаивать интересы кто знает может после нашей программы что-то вдруг там в душе запоет и захочется этим заниматься как вы говорите профессионально виктор одеть но вот перед нами сидит конкретный человек с конкретной судьбой говорит вещи такие вы живу не заставляем это говорить говорит нормально его расшир таким маленьким вот да да у нас начинал да получается что это же еще задача наставника сделать то чтобы чек сам принял решение отвечать за свои слова за свои действия до попасть в сообщество получить от него и выгоду не только там финансовую но и просто да и мир посмотреть и так далее вот нас роль наставника какова сегодня шахмата причем и в нас городском округ люберцы там на самом высоком уровне потому что у любого наверное серьезного грасмейстера есть первый наставник есть последующие наставники роль наставника в том чтобы заметить ту жилку такую спортивные заметить талант вот это самое главное вот у нас допустим много детей занимается городском округе где-то больше 400 до у разные тренера и мы сейчас выработали такую систему если мы какой-то тренер у себя замечает какой-то талант мальчика девочка мы передаем вот дальше друг другому наставнику у нас такой есть международный мастер горбатов все здесь живет да вот там все сильнейшие у него занимается и а когда они одного уровня примерно не и быстрее растут но когда я сильная играют со слабо я вырасти него не смогу вот такая система у нас сейчас отработано молодежь которая приходит сегодня в шахматы она отличается вот от той которая приходила там лет пять назад люди есть какой-то сдвиг в плане не 5 лет 10 назад заметно сдвиг в сторону популярности или какой-то интереса другого заметно в том что вот эти гаджеты все портят все помешаны на гаджетах но это что же самого рода шахматы да и приходится он и кто-то меня слушает тот не слой друг друг друга вот отвлекается запретить искать положение все равно приучено я как уже без без этого жить я не могу без гаджетов а с другой стороны я думаю может егор меня здесь поддержит у меня очень своеобразное отношение ко всем гаджетом я ту за них кто против них но как на и на и положено но если мы возьмем даже любой смартфон сегодня он же выстроен по шахматному принципу там все эти иконки они тоже так квадратиками и так далее ведь если взять у нас сам нас на самолетах учиться сегодня летать по специальным там виртуальным программам и мы можем тренажер тренажеры да вы даже мы с вами можем летать я уже говорю про шахматы играть как вы считаете егор все-таки компьютер возвращаясь к это идти даже не компьютера вот это наша сейчас же все говорят о искусственном интеллекте одно дело когда компьютера другое дело когда к вам какой-то маленькие что-то подключили какую-нибудь незаметную штучку и вы уже сами компьютер стали как вы к ним к этому относитесь или надо в шахматы играть просто по-человечески ну я уже говорил что компьютер он создает прогресс то есть человечество быстрее учиться не только в шахматах по жизни в науке какую сферу не возьми вот просто я считаю задача родителей все-таки контролировать чтобы от гаджетов шоу прогресс не какая-то пустая трата времени бесполезная информация но вы много в гаджетах проводите время только ну процентов 70 по работе то есть вот я работаю за ноутбуком если это можно назвать что я прожил так время если мы говорим как досуг ну могу да посидеть за компьютером что-то ли будет партейку посмотреть ставим да совершенно верно вот поэтому я считаю что просто нужно контролировать чтобы информация шла полезная от компьютера потому что 70 80 процентов детей действительно черпают оттуда не то стрелки играя стрелки да ну все равно понимаете что раз это есть мы же сами этот человек сам придумал конечно можно здесь говорить на тему что весь прогресс в принципе нас немножечко делает ленивыми мы плохо едим не ту еду потому что ее можно заменить на искусственную и так далее но шахмат это остается шахматными какие фигурки не сделай хоть и золото их сделай они все равно шахматы ничего нового с точки зрения фигур но расстановку да вот вы сказали придумали можно ли сказать что шахматы это что-то вечное это неисчерпаемо шахматы шахматы были тысячи лет назад они будут еще тысячи лет вперед вот так скажу то есть даже футбол с хоккеем как-то да у нас топы поднимаются то опускаются и так далее а шахматы непредсказуемые вещь может быть они вечно потому что непредсказуемы играешь и играешь и каждый раз играешь и новую партия всегда новую партия да да шахматы они бесконечные они никогда не закончатся и если вот взять тот же футбол хоккей есть у них как шкала физиология больше внимания им уделяется когда меньше то на данный момент у шахмата идет стабильная графа вверх то есть они становятся все популярнее то есть это битва умов это битва разумов и в 21 веке как раз это и ценится я должен сказать что обратить внимание что у нас егор даже пришел практически в рубашки в шахматной даст тоже наверное такой уже неосознанный до выбор спасибо вам огромное представитель федерации шахмат городского круга люберцы виктор владельщик стегнеев и чемпион европы в младенчестве практически молодом возрасте в 13 лет а ныне член сборной команды городского круга люберцы егор ковалев спасибо вам большое за то что мы поговорили о шахматах именно вот с позиции их современности и того что вот иногда хочется вот после такого разговора прийти домой достать где-то пыльную значит шахматную такие были еще помню не то что там деревянные само собой а еще такие маленькие пластмассовые такие разные были и сыграть что-нибудь кстати в поезде мало кто знает можно даже заказать шахматы они в бесплатно должны выдаваться когда ездишь большое вам спасибо огромного вам так сказать роста чтобы подготовили новое поколение чемпионов это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго а